Добрый день! Давайте рассмотрим такой символ, что такое руки. Ну, руки начнем с того, что это парный орган. Поэтому в большинстве в своем очень часто они относятся к парным отношениям. Это может быть бизнес в паре, это может быть карьера какая-то, но тоже там парные какие-то отношения задействованы. Это может быть парные, брачные или любовные какие-то союзы. Так вот, что такое, вот у нас же есть правая рука и левая рука. Правая рука считается как бы мужской принцип. Левая рука, она является женским принципом. Если это мужской, значит это события, которые могут проявиться во внешнем мире. А левая рука, это внутренняя составная, это то, что переживательные какие-то моменты, то, что вы хотели бы, чтобы эти ситуации случились бы. Это может быть или страх какой-то внутренний. Вот это вот, если конкретно идет правая и левая рука, мы толкуем именно вот с этим вопросом. Если вы видите руки во сне, свои, надо рассмотреть, какие руки, ваши руки, чужие руки. Поэтому, какие они чистые, грязные, какие ногти на них. Ногти, вообще ногти это символ идет. Если ногти, будем говорить, такие хищные, значит это одно. Но, если конкретно выделяются ногти, есть те, когда ногти не выделяются. Но если они выделяются, большие, грубые, красные, активные, это может быть защита или это может быть агрессия. Руки с агрессией. Почему? Потому что ногти это когти. И поэтому, чем более такие крепкие, сильные, будем говорить, ногти на руках, значит здесь тем агрессивнее, будем говорить, воздействия идут. Если это ваши руки, если это чужие руки, значит вы смотрите на чьи это руки, значит эта информация идет про чужие какие-то действия. Если, например, грязные руки, вы видите, что руки грязные. Ну когда грязные руки бывают? Вполне возможно, если это ваши руки, значит какие-то грязные делишки все-таки не очень хорошие вы делаете. Ну мы все делаем ошибки, поэтому здесь на ваше подсознание как бы вы можете это скрывать. Вот сознание может быть, да, я вот ничего страшного из этого, вот что-то сделал, у кого-то что-то уворовал или кого-то подставил, или что-то, будем говорить, взял без спроса в этом. И это вот ошибка как бы показана. Или вот украл тоже, ничего страшного, там все воруют, поэтому и это вот грязные руки. Ваше подсознание говорит, ваша душа говорит, что вы делаете неправильно, ваше сознание оправдывает вас, а подсознание говорит, нет, это делать нельзя. То же самое, если чужие руки, вы знаете, что это кто-то что-то может делать. И с таким, если вы видите у этого человека черные руки, вернее не черные руки, а грязные руки, значит будьте внимательны с этим человеком, что-то он занимается не очень хорошими делами. Если большие руки, большие руки – это человек, который может много чего делать. Большие руки – это умелые руки, может быть, это может быть просто большой человек, большая душа, большие эти самые. Это может быть и финансовая сторона, то есть когда человек много чего-то делает, значит он может зарабатывать деньги, преуспеть в карьере, успех его может жить, держать и в работе, в том числе. Если руки малые, с обратной вариантами, то есть человек не может, будем говорить, кого-то поддержать, человек не может что-то сделать, построить карьеру, у него неумелые руки, даже неумелые, а маленькие руки, он не может справиться с какими-то проблемами, помочь вам, почему? Потому что не может расти карьера у него, потому что у него малые руки, он не умеет. Может, это молодая душа, может, молодая душа, и поэтому вот он пришел, что таким неумеха, он будет учиться, это опыт определенный. Если вы моете руки, знаете, есть выражение такое «умывать руки», вот тут разные вещи, мыть руки и умывать руки. Умывать руки – это значит уходить, прощаться или так, я не хочу с этим ничего делать, я умываю руки. Это ключевая фраза, она немножечко другая. А если вот вы моете руки, значит, вы отмываете ее от какой-то грязи, от инфекции, может быть, или просто делаете чистыми руки, то есть, значит, здесь какое-то очищение идет, очищение именно ваших каких-то действий. Может быть, даже и очистка энергетики. Кровавые руки или окровавленные руки или кровавые руки. Кровавые руки – это не очень хорошо. То есть, здесь первое, может быть, с кровью связано, если с кровью связано, это может быть кровь на руках. Это разные вещи. А кровавленные руки – это значит, вот здесь вот что-то вы делаете не то по или родовой линии, Или же, может быть, это прошлое воплощение, которое связано, которые могут быть связаны, будем говорить, с какими-то прошлыми вашими кровавыми событиями. Такое есть. Иногда кровавленные руки могут сниться людям, которые, будем говорить, на живодер не работают, например. Например, которые, окровавленные руки, надо спросить, еще если бить окровавленные руки, могут быть, это хирург может быть. То есть он человек, который делает именно эту операцию, ему может давать именно вот этот символ. Поэтому, когда вы работаете с человеком, которому приснился сон, и вы толкуете его сон, надо спрашивать, кем он работает, потому что это его личный словарик. Поэтому кровь на руках, это может быть связано с родственниками. Но кровь на руках иногда бывает, что, ну, будем говорить, иногда убийство бывает, иногда, может быть, и какие-то события, которые могут, будем говорить, оставить какой-то след кровавый. Кровавый след, это, может быть, кровь на руках, вы можете довести какого-то человека до самоубийства. Такое тоже надо быть. На это надо обратить внимание. Почему? Потому что могут указывать, что вы могли бы где-то, ну, вот, психологически душить человека. Вот психологическое, знаете, есть такое выражение, не выражение, а закон, что доведение человека до самоубийства. Это кровавые руки. Поэтому тут надо быть очень аккуратно, если вы видите именно вот это, посмотрите, что вы делаете. Если вы держите кого-то за руки, вы не можете кого-то отпустить. Или поддержка ваша какая-то, смотря кого вы держите. Это может быть защита, это может быть боязнь потерять какого-то человека, своего близкого человека. Поэтому, или вы поддерживаете друг друга, хотите быть вместе с ним. Это к этому. Поэтому, если вы рукой, мы можем, если пожимаете друг другу руки, к чему это? Ну, вот сон. Женщине приснился сон, что она на остановке жмет руку президенту Путину. И ей, в принципе, краткое пожатие рук, краткое, связано с административной деятельностью. То есть, женщина живет в России, и она работает предпринимателем. В этот день она ходила по своим делам в администрацию. Ей надо было именно пойти в администрацию. Поэтому пожатие рук, это показано контакт с кем-то, к сделке, может быть, к встрече. Может быть, даже и уважение к другому человеку. Тоже вот именно вот идет, как бы, связано с этими событиями. Если грубая рука, какие-то действия вы грубые делаете. Действия, может быть, внешние действия, может быть, с кем-то грубо разговариваете, может быть, грубо вмешиваетесь в какие-то дела, может быть, грубо, ну, будем говорить так, иногда действия бывают достаточно грубые. Люди некоторые очень нежные. И вот здесь он показывает, что ваши руки грубые. Вы грубо вмешиваетесь в какие-то отношения, парные отношения, или что-то поступаете очень грубо. Потому что я сказала, что это парный орган, и поэтому вот в этом отношении надо посмотреть, что такое рука. Сильные руки, сильные руки это когда человек сильный, поддержка сильная, вот вы видите сильные руки, человек может принять самостоятельное решение, с этим человеком можно что-то делать, это надежный человек, он делает надежные вещи, он умеет это делать, он всегда вас может поддерживать. Поэтому с таким человеком, если у него сильные руки, можно иметь дело. Если рука инвалида, рука, видно, что она, ну будем говорить, не очень правильная, ну как правильная, инвалида, рука инвалида. Здесь разные толкования могут быть, то есть человек может быть что-то делать не так. Почему? Человеку может быть требуется поддержка, почему? Потому что когда инвалид, это требуется поддержка. Значит, или это человек сделал что-то не то, и у него может быть что-то, будем говорить, какие-то события могут проявиться, или же просто тут надо обратить внимание, что человек может прийти к инвалидности. Может прийти к инвалидности. Да, человек смотрит на свою руку, она у него как инвалид. Поэтому здесь надо обратить внимание на процесс, который происходит в организме. Иногда бывает специализация человека, профессия, которая связана с руками, и эти руки могут потом болеть. Это может быть артрита и все остальное, поэтому вот здесь надо обратить внимание, может быть, на здоровье. Если вы мажете рукой, прощаетесь, может быть, с кем-нибудь, или приветствие идет рукой, поэтому, может быть, здесь отправляете какого-то человека, может быть, куда-то здесь. То есть махать это или прощаться, или встречаться, или обратить на себя внимание. Волосатая рука. Что такое волосатая рука? Волосатая рука – это, ну, помощь человека, который везде может быть проходит. Может, у него, знаете, вот есть такая, у него волосатая рука, то есть у него есть поддержка где-то в этом отношении. Значит, это как ключевая фраза «волосатая рука». Но есть женщины, это опять личный словарик, которым нравятся именно вот волосатые руки. Поэтому это сексуальный аспект, есть сексуальный аспект, и волосатая – это энергия, энергия идет, волосы – это которые придают лишнюю энергию рукам. И поэтому женщинам некоторым нравятся именно волосатые руки. Это надо узнавать и толковать именно в эту, задавать вопросы, толковать в эту область. Если сломанная рука, сломанная, значит, человек пережил какой-то процесс, который его где-то обломали. То есть он что-то делал, но его обломали в этом. И действия, будем говорить так, не получились. Ну, вроде бы все сказала по рукам. Так, вроде все. Продолжение следует...